Броберги вместе с тремя дочерьми проживают в идиллическом пригороде Америки. Однажды герои знакомятся с щитой Бертхольдов – Бобом, Гейл и их детьми. Спустя короткое время семьи настолько сближаются, что Боб начинает забирать детей Бробергов из школы и в целом проводить с девочками больше времени, чем их собственный отец. Вскоре Бертхольд зазывает 12-летнюю Джен Броберг покататься на лошадях и по дороге накачивает ее таплетками. Героиня просыпается в доме на колесах и через радио слышит странные голоса. Боб объясняет ей, что Джен – дочь инопланетянина и единственная надежда на спасение своего народа. Помочь пришельцам можно лишь одним способом – завести особенного ребенка с мужчиной, то есть простыми словами вступить в интимную связь с собственным похитителем. Сериал «Друг семьи» не первый случай, когда леденящая кровь истории Джен врывается на экраны. Ранее на Netflix состоялся релиз документального фильма «Похищенная на виду», после которого родители жертвы подверглись критике. Зритель удивило, как взрослые могли поддаться манипуляциям соседа и допустить не одно, а целых два похищения. Сериальный формат позволяет показать, как миловидному на первый взгляд человеку удалось стереться в доверие фамилии и разрушить семью изнутри. Психологическое воздействие выделяет трагедию Броберга в среде остальных случаев, связанных с похищением детей. Боб шаг за шагом искушал каждого из причастных. И вот уже спустя немного времени, дети в машине выкрикивают, что «любят больше всех на свете брата Би». Так называли Бертхольда, поскольку отца девочек тоже зовут Боб. Мэриэнн Броберг теряется и очаровывается недвусмысленными намеками приятеля. И даже глава семейства оказывается в уязвимом положении. Одержимость маньяка не знает границ, каждый шаг профессионального манипулятора тщательно продуман, а произнесенное слово, как стрела, попадает точно в цель. Как таковое насилие остается за кадром, по крайней мере в первых трех вышедших эпизодах на данный момент. Но от этого шоу не становится менее пугающим. Ужас заключается в том, как бытовое зло медленно проникает в безмятежную повседневность персонажей. Броберги глубоко набожные люди, чьи дети растут на Евангелии и с удовольствием уходят в церковь по воскресеньям. Бертхольд для них практически сатана в овечьей шкуре. Мужчины якобы всегда хочут как лучше, но из-за присутствия Боба появляется все больше и больше трещин в семье. Сериал «Друг семьи» можно воспринимать как разбор правдивой истории ради жанрового воздействия. Трукраймы традиционно грешат паразитированием на страдания жертв. Судя по первым эпизодам, авторы в первую очередь сосредотачиваются на преступнике. Дело из Боба настоящую сенсацию. Но, несмотря на оптику, целесериалы видятся в простой и жизненно важной мысли. Изобразить, как легко неокрепшие умы могут поддаться под чары насильника и какими родителями необходимо быть родителями. Компания «Другая»? Компания «Другая»? Компания «Другая»? Компания «Другая»? Компания «Другая»? Компания «Другая»? Компания «Другая»?